салютенцы и дорогие друзья с вами лургат и добро пожаловать на ультимативное выживание space engineers почему я оранжевый а потому что я умер и рядом не было мед отсека чтобы перекрасить свой цвет в обычный мусорщиковый так скажем цвет мусорщиковый поэтому я пока буду оранжевым пока не построю свой медпункт кстати я уже построил свой медпункт в этой серии перекрашивать нужный цвет и я вас поздравляю с наступающим новым годом дорогие друзья 31 число сегодня и я от всей души скажу свои слова конечно же да вот кстати говоря дорогие друзья 2020 год на что похож был вот он он вот полностью показывает вот ту картину на которую вы смотрите пустыня дохлые огромные черви они от какого-то вируса сдохли а не будем говорить какого наверно от вируса под названием лур а вокруг огромное количество рухнувших кораблей там не знаю а горящих дымящихся побед побежденных проигравших вы стоите если в лучшем случае на каком-то грузовике перегруженным и вокруг просто дымящиеся обломки плюс сверху где-то далеко летит какая-то какой-то миллионер на своем сигарообразном корабле и даже не машет вам вот на что похож 2020 год ахта еще закат и солнце там заходит за горизонт вот на что похож похож 2020 год эти корабли это наверное чита надежды на встречу с кем-то вот и ну к сожалению вот может и вот кстати надвигающийся червь это 2021 год в общем я по пошел я пошел и я сейчас буду ехать к себе обратно домой на свою базу да скажем так поедем-ка на базу я кстати нагрузил машину так что тут проседают колесики до наши я даже думаю что я немножко жесткости прибавлю потому что так прям ехать не очень комфортно когда машина прям так перегруженная кстати говоря там с контейнера перетащил сюда все что только можно сейчас его коннектор давайте прибавим сделаем сколько можно прибавить ну давайте сделаем 41 процент чтобы совсем уж не было до жесткости дикой вот так еще куда не шло мой пулеметик кое-как стреляет в червячков которые тут летают ходят вот и убивает их весьма успешно ребята сколько я вытащил отсюда стальных листов сколько всего я вытащил ох достаточно много до едем дальше едем отсюда подальше и у меня так много патронов на такие пулеметы что теперь я уже не боюсь собственно говоря червяков и думаю что я буду строить вооружение и ребята мне мне вот такая вот идейка появилась все-таки следующее что возможно я построю это будет плаву плавающая станция потому что я не очень хочу как в предыдущей серии на одном и том же месте развиваться да как бы нет сейчас я построю один такой блокпост небольшой кстати где моя база вообще куда я должен ехать хорошо так едете непонятно куда даже не посмотрел куда короче я сделаю все чтобы построить хорошую чуть 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 чем чем мощности что ли не хватает ну вы даете виктор ты ужасен ты просто ужасен ну тормози хотя бы для этого мы добавляем немного мощности делами там пять процентов так и увеличиваем трение чуть-чуть все теперь мы должны как бы скарабкаться сюда ибо мощности это не тетка давай 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 я же прибавил те мощности блин что еще надо прибавить вот так вот бывает когда вы на груженной машине есть у меня есть вариант ребята что если разогнаться что если мы разгонимся я думаю если мы разгонимся у нас с этим проблем не должно быть так ну ка ну ка давай 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 детка если мы разгонимся возьмем ли мы этот подъем давай 25 метров в секунду почти под 100 да 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 он это сделал он засранец это сделал я в тебя верю виктор хоть ты ужасен давай 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 езжай езжай давай виктор за тебя болеет сборная буров лемуров всяких в прошлом блин чё за подлагоны я не понимаю реально чё-то лагать стало чаще видимо мусора в мире стало больше поэтому так отлагивает притом это даже не графическое подлагивание какое-то процессорное по всему так ну 54 fps это не страшно и кстати говоря этот fps падает я уверен что из-за вот этих выхлопных газов которые наши видеокарты с вами тужатся чтобы нормально отрисовать но fps кита они жрут не хило эти самые тени поэтому тени надо всегда подкручивать на низко-средние настройки чтобы fps ки были хорошие ну смотря в какой игре и какие там тени конечно да вот так тут надо немножко притормозить все нормально о мало осталось так я только не знаю как себе домой вскарабкаюсь таким грузом то у меня вот эти контейнеры забиты под полную практически они большие и в них очень много ресурсов ну как очень много надо на постройку допустим очистительного завода там с улучшалками там с разными штуками на постройку еще одного корабля даже маленького я думаю хватит этих ресурсов если не хватит мы еще раз съездим и как говорится по-честному украдем честно ну по-честному кодексу мусорщика мы обязательно сопрем парочку деталек так сказать для кораблей но кстати говоря я буду строить круглый корабль ну как крупный он будет такой ромбовитный если честно или в форме звездочки почему потому что на этой форме очень-очень хорошо работает ой ё-моё вот 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 это вот очень плохо что блин даже остановить его не могу вот да ладно пулюш он разогнался то пускай изжает малыш вот сейчас приедем человек приедет так секунду и так сорян пришлось отвлечься честное слово я так счастлив что я могу нажать на паузу это но в записи для вас это мгновение просто например если ты стримишь ты не можешь просто взять на паузу поставить потому что все тебя в реальном времени ждут смотрят и ты такой espex дат терпеть да если что на терпеть хотя некоторые просто берут и уходят не знаю если такое позволить пока не могу просто взять и уйти хотя можете так делал я уже не помню я не знаю но мне как-то некомфортно на самом деле внутренне делать такие вещи так вот теперь теперь я знаю что ты сюда виктор как-то ты не полезешь как бы и вот это я боюсь что он опрокинется так 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 поэтому мы сейчас прибавим мощность так как я не могу вывести это все на панель до туда то есть поэтому приходится вот таким хитрым путем и нехитрым путем через через саму панель доступа регулировать это все то вы серьезно у него не хватает мощности на 100 на 100 процентов блин не хватает мощности чем не теперь реально придется разгоняться а что если я въеду туда блин прямо вот нехорошее место въеду да здесь еще и колдобойны есть черт что же мне делать сейчас будет барабанная дробь ребята над заехать домой к себе капец когда я выезжал я не думал что вес будет так сильно сказываться на вот таких вот моментах давай 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 виктор ну что ж тебя за левую матрешку блин давать вашу машу вашу машу в седьмое пекло ну ладно сейчас отъедем как можно подальше под газуем и попадем туда куда надо так надо сейчас вспомнить ненавистный рэп разогнаться зачем вспоминать ненавистный рэп ну когда я злюсь и о чем-то думаю и стараюсь что-то сделать у меня это типа мотиватора так мне не получилось значит надо добавить лимит скорости чтобы то есть убрать лимит скорости так 100 километров в час сделаем 140 вот сейчас должно хватить потому что сейчас мы поедем намного быстрее намного намного быстрее блин по колдобойным витс давай 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 виктор да он это сделал он сделал трех очковый не очковал а прямо сделал очковый вот так вот и он как победитель залезает к себе на базу перетаскивая огромное количество ресурсов вот и теперь он не боится всяких на ругаться нельзя у меня тут этого я сказал мы короче червячков теперь я наверно тоже точно не буду бояться надеюсь через свои структуры мои не будет стрелять если будет мне придется выключить чё реально пытается убить червячка что ли на таком расстоянии походу убил посмотрим видимо да отлетела куда-то что-то короче короче на чем не остановился я должен был ребята починить вот эту штуку точнее сделать ее так мы сейчас заберем заполненные баллоны так вот и начнем работать начнем работать так трем том 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 чем у меня тут так у меня там недостроенный очистительный завод есть вот он и сейчас мы его возьмем так вот так сделаем нам нужна остальная пластина да мы знаем что она нам нужна и мы попробуем это все взять отсюда конечно мы все это не перетащим с собой сразу пластин прям надо много много но ничего так 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 ух круто круто мне нравится все неужели все компоненты успешно взяты ух а круто всего за три раза я построил вот это вот я надеюсь это не была какая-то страшная искра и тут ничего не взорвется нет нет вроде бы нет и это очень хорошо так это мы сделали мне надо будет сделать продолжение своей базы вот сюда вот выход коннектор сюда вот чтобы отсюда обогревать все что я тут надыбал поэтому мне надо будет вот это срезать и уже начинать тут ставить вот такой вот так что я не могу поставить так что я не могу поставить а остальное пластина нужно конечно и да ребят объясните мне пожалуйста вот я сегодня увидел в комментариях что кто-то просил чертеж моей моего вот это вот моей машины а у меня такой вопрос зачем вам он зачем вам этот чертеж то есть зачем вам чертеж не очень хорошего экземпляра машины то есть чтобы сделать из этого что-то хорошее так почему бы вам самим не построить что-то новое хорошее а не переделывать там чьё-то смысл в этом я не вижу в этом смысла не вижу да кстати я вот думаю что все таки я сделаю здесь плавучую базу потому что мне надо будет много путешествовать колесную технику это конечно хорошо возможно я сделаю парочку проектиков из мастерской колесной техники именно потому что так будет быстрее чем ну вы понимаете чем если я сам буду там чё-то химичить так ну давай ставься нет не сюда сейчас я быстро все это расставлю уже почти все а вот так вот и нет все таки еще один ряд так и вот эти вот карлосона наверху надо будет поднять на 10 блоков чтобы типа была максимальная эффективность хотя она типа и так не максимальная да так ладно тут надо будет ставить разветвитель чтобы машинка вот так вот причепокивала сюда так будем это делать сейчас я думаю да сейчас потому что мне будет удобно брать иногда снизу то что мне нужно так где у меня конвейеры вот они конвейеры они уже тут есть так только теперь я буду брать отсюда так вот так тебя сюда вот так вот вот так вот и коннектор заодно вот так вот оперативно надо все делать оп и готово что то он стал странно поворачивать после того как я мощности ему подбавил ну блин стоп 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 так тихо 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 я нифига не вижу так 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 тихо 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 вот вот так вот и чтобы сейчас нормальное зацепление шло чтоб мы не поранили коннекторы коннекторы мне надо будет сделать вот что подвеска что-то подвески лиц еще надо еще так так вот ну-ка пойдет не пойдет и а низкая машина теперь лаурайдер лаурайдер я всего лишь маленький лаурайдер почему-то не контачится ну да надо еще немного опустить так ну в принципе куда опускать уже некуда опускать я че слишком низко сделал и слишком неправильно паркуюсь теперь она меня совсем не поворачивается окей ладно так тогда вот так сделаем чтобы хотя бы на колесах был а не на животе ездил надо прямо подъехать возможно вот так вот и вот теперь вот теперь вот теперь опять ничего не выходит так че же мне делать то так тут ни при чем трение ни при чем так да походу я так не подключают это обидно знаете ли что же делать то не есть вариант ребята сейчас вот этот вариант действительно может сработать сейчас вы все увидите че я сделаю это будет немного странно странно стремно ужасно для некоторых некоторые такие перфекционисты ей могут такие перфекционисты как будто бы они ходили блин я не знаю куда куда великую бостонскую школу архитекторов оканчивать так ну так ну-ка ну-ка да мы сделаем полу блоки подымем машину на нормальную высоту и посмотрим как это тело сработает теперь над подвеску поднять наоборот вот так вот вот так вот и посмотрим как оно будет оп есть детка сработало если что ребят если у вас не получается сконнектить машину с каким-то подъемом пожалуйста пользуйтесь моим моей идейкой вот разрешаю так теперь все будет просто офигенно потому что у меня есть принципе все что необходимо и я думаю что сейчас я подумаю чем мне дальше делать итак дорогие друзья я подумал что уже пора начинать что-то строить и прежде чем я построю большой какой-то корабль точнее большие корабли строить не буду он будет не такой большой он будет скорее для того чтобы перетаскивать вот эти вот тяжеленькие штуки да но в общем для начала мне нужна некая платформа чтобы спускаться спокойно вниз не каждый раз взбираться сюда как вот эта машинка поэтому я сейчас буду продолжать строить идти вглубь вот ускорю видео чтобы вам не было скучно слишком сильно говорится так что погнали так поехали и и и и и и Продолжение следует... 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 Интересно, интересно. Что же это такое? Так. Давайте мы сядем. Так вот. И пойдем посмотрим, что это такое. Что это за дырень такая? Интересно. Давайте возьмем на всякий случай пушку. Вдруг эти шейхулоды придут. Так. Диванчики, столы. Кухня. Так, стоп. Я не проверил там все. Так. Что, здесь тоже вход открытый? Наверное, типа двери были открытыми, поэтому замело, занесло здесь. Тут по всему давно здесь людей не было. Так. Вдруг здесь какой-нибудь турель. Нет, турели нет. Оп. Жмур. И здесь источник сигнала. Что такое? Почему здесь жмур? Интересно. Так, шкафчики. Может быть здесь что-то есть? Оп. Есть. Так. Для нашедшего. Вау. Так. Для нашедшего. Я Карл Кустовский. Вольный инженер-путешественник. Ну, ладно. Чего и греха таить. Точнее, чего греха таить. Я барыга. Мне осталось недолго. Мне осталось недолго, и поэтому я поделюсь с тобою координатами секретной разработки корпорации СЕМС. СЕМС. Я недавно взломал их под станцию, но не успел все извлечь. Меня ранили. Осталось только войти в любую панель, и все. Данные будут у тебя. Только будь осторожнее, база в зоне военных действий. Путник, ты найдешь этому применение. Требовать за это что-то не буду, ибо на том свете мне бабло ни к чему. Но на случай, если меня найдут корпоративные суки, знайте, что я сдох сам. Не удалось вам меня поймать. И да, извините. Я сожрал все припасы в этом брошенном ресторане. У них отвратительный пудинг. Впрочем, он старый и не спасает от ран. Передавайте привет Михалычу. Кто такой Михалыч? Блин, что-то понятно. Короче, но у нас тут есть координаты. Это интересно. Создать маркер GPS. Так, маркер GPS. Он создался, интересно? Капец. Итак, давайте создадим маркер. Посмотрим, точнее, вот, кстати говоря, он. И вот этот маркер. Сейчас мы по нему пойдем. Кстати, что-то у меня слишком много маркеров. Давайте я их выключу. Блин. А маркер-то исчез. Интересно, как это сделали. Что он сам исчез? Надо было раньше заходить и проверять их. Так, месторождение льда. Я все это выключаю. Это выключаем. Только обломки корабля ставим. Контейнеры, да. Кобальт выключаем. Железо и силикон выключаем. Так, вот, местонахождение базы. Сейчас мы туда отправимся. Так. Блин. Так, у меня 42 минуты. Ребята, я хотел бы на этом прекратить эту серию данную. Потому что уже время поджимает. Я думаю, что следующую серию я как-нибудь заварганю. Сварганю. По-быстрому. Сегодня, если я успею. Если я не успею, вы, конечно, сменяете меня. Давайте рядом со Жмуром с вами. По-досвиданику. Если, блин, опять я оранжевый. Меня мутит от этого оранжевого цвета. Я хотел бы вас действительно поздравить с Новым годом. С Новым наступающим годом. И, на самом деле, сказать, что этот год хоть и содержал в себе печальные, как бы, события. Потому что случились не очень хорошие вещи. Сначала вирус. В общем, все такое. В мире творится хрен знает что. Действительно, непонятные события. Их, в принципе, не должно было быть, наверное, в течение стольки лет. Но, как говорится, если что-то должно произойти, тому не миновать. И давайте поддержим друг друга в такие нелегкие времена. Будем надеяться, что 2021 год будет, ну, хотя бы, ну, не таким ужасным. Ну, в плане того, что не будут происходить плохие события, вирус закончится, мы выйдем, наконец-то, из дома и будем чувствовать себя нормально. Впрочем, и те, кто выходит, будут себя тоже чувствовать хорошо, будут в безопасности, болеть не будут. Поэтому ставим жирный лайкосик под этим роликом. А тебя, дорогой зритель, я жду в комментариях. Конечно же, ты можешь оставить свое мнение по всему тому, что происходит. Да, и не забывайте, дорогие друзья, что ролик снимается в рамках некоего челленджа. То есть, я мог бы сделать, допустим, очень быстро построить что-то и покинуть эту планету, но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы у нас есть некий сюжет, некий сценарий, по которому мы двигаемся вперед, чтобы все было постепенненько, чтобы все было интересно. Иначе в этих инженерах, ребята, делать особо нечего, честно говоря, нечего, нечего, потому что у нас тут контента не так много. Это, пожалуйста, претензии к разработчикам. Поэтому надо что-то как-то создавать себе своим воображением. Ну и, соответственно, я бы создал что-то еще более грандиозное, крутое, интересное. Но проблема в том, что время, время, все упирается во время. Надеюсь, в следующем новом году нас ждут много интересных летсплеев. И, конечно же, не забываем про новую рубрику, которая вот такая вот будет. Я буду рассказывать про пилы, про настольные пилы в настоящей жизни, как их использовать и все такое, для чего, как их упирать. Если вам, конечно, такое зайдет, буду ждать от вас фидбэка тоже. Ладненько, с вами был Лурли Мор. Поздравляю вас с Новым годом, с новым наступающим. Желаю вам счастья, всего самого наилучшего. Вот такая вот, все у вас будет, пускай вот так вот. Да. И до скорых встреч всем. Пока-пока. В следующей серии мы отправимся и будем искать источник сигнала. Посмотрим, что для нас припрятал пустынный сталкер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok